Говорит Сева Новгородцев. Это проект русской службы BBC «Голоса из архива». Уникальные записи, которые теперь доступны вам. Для меня искусство и оптимизм в каком-то смысле неразрывные понятия. Кинорежиссер Андрей Тарковский отвечает критикам, которые называли его пессимистом. В каждой кулисе, не только весь партер и везде были в штатском. Всемирно известная балерина Майя Плесецкая о том, как она танцевала для Сталина. Андрей Тарковский впервые приехал в Великобританию, когда в Лондоне прошла премьера его фильма «Сталкер». Фильм вызвал живой интерес у кинокритиков, и в это время фильмы Тарковского Андрей Рублев, Солярис, Зеркало часто показывали в британских кинозалах арт-хауса. Интервью для русской службы BBC 12 февраля 1981 года записывал Диран Мегреблян, поскольку в те времена поговорить с кинорежиссером без сопровождающего работника КГБ было почти невозможно. Тарковский с Дираном договорились встретиться рано утром в гостинице, пока КГБшник спал. Интервью началось с вопроса, знаком ли Тарковский с откликами в британской прессе на его фильмы, в частности на фильм «Сталкер». По поводу «Сталкера» да, я кое-что прочел. Не все, конечно. Но должен вам сказать, что мне показалось, что в некоторых газетах, я сейчас не помню, в каких именно, как-то очень странно трактуются некоторые свойства моей картины. Англичане как-то хотят, не все, а вот некоторые журналисты хотят увидеть в ней намеки, что ли, мои, вот мои, Андрея Тарковского, на то, что происходит в Советском Союзе. То есть, что «Сталкер» — это в каком-то смысле аллюзии, связанные с проблемами такими политическими, которые стоят в нашей стране, якобы. Я далек от такой манеры работы. То есть, я ни в одном из своих фильмов не старался так впрямую, в лоб или там аллегорически, что ли, изобразить жизнь, так сказать, вокруг меня находящуюся. Во-первых, я считаю, что это не художественно. То есть, не то, что изображать жизнь, а прятать под эзоповым языком, мысли, которые бы я испытывал. Эзопов язык не совсем в моем характере. Я обычно говорю то, что думаю. Мне важна какая-то философская, я бы сказал, концепция, смысл которой заключается в том, что человек должен искать будущее в самом себе, будущее, свою судьбу. То есть, смысл моей картины заключается в том, что только вера в самого себя поможет человеку считать себя членом полноправо нам. Потому что, несмотря на то, что мы живем в обществе, это не значит, что мы, ну что ли, должны потребительски к обществу относиться. То есть, если мы живем в обществе, мы должны персонально и отвечать за все, что вокруг нас происходит. Интересно, потому что это тоже, мне кажется, противоречит в каком-то смысле суждением оценки данной вашим фильмом в Англии. Вот чаще всего в оценке вашего творчества встречаются, кроме весьма лестных отзывов о визуальной стороне ваших фильмов, встречаются эпитеты пессимист-скептик, сомневающийся. Даже я вот, к примеру, взял цитату из журнала британского киноинститута, писавшего «Вы самый последовательный из сомневающихся советских режиссеров». Это верное определение вас, как художника? В чем сомневающийся? Философ в свое время сказал, сомневайся во всем. Несмотря в чем сомневаться. Я не беру всего на веру. Вот так, что ли, скажем. Несмотря на то, что моя картина утверждает необходимость, так сказать, веры, веры в самого себя, в какие-то точные вещи, какие-то и в идеалы, потому что без этого совершенно невозможно жить, сам я, в общем, не могу себя считать человеком, который во всем сомневается. В данном случае я утверждаю не сомнение, а утверждаю идею, наоборот, веры. Для меня искусство и оптимизм в каком-то смысле неразрывные понятия. Я отнюдь не пессимист. Андрей Арсеньевич, отвечая на вопросы в британском киноинституте, вы сказали, что сами вы считаете Солярис наименее удачной вашей работой. А вот как насчет Сталкера? Вы им довольны? Да, мне кажется, что Сталкер наиболее удачный из всех моих картин. Ну, в том смысле, в каком замысел соотносится с результатом. И не только поэтому, а также еще потому, что он построен проще. Ему потребляется очень мало средств, таких выразительных средств. Для меня это очень дорого и очень важно. И, очевидно, Сталкер выражает какое-то мое состояние как художника за последние годы. А интересно, в каком направлении развивается ваша творческая мысль сейчас? Вы будете продолжать стремиться вот к этой простоте и емкости формы? Я бы хотел, конечно, я бы хотел сделать свой следующий фильм еще более сухим и более именно аскетичным. Это именно то самое слово, которое выражает мои стремления. Потому что мне кажется, что олимпийское какое-то такое спокойствие у художника – это очень важное, так сказать, в творчестве. Художник не должен суетиться, не должен заикаться и выражать как-то свою заинтересованность внешне. Потому что темперамент художника, как правило, тем больше, чем он менее выражен внешне. В целом вы довольны тем, как были встречены ваши фильмы советскими критиками и аудиторией, для которой, пожалуй, ваши картины предназначены в первую очередь? Я очень доволен своим зрителем. Я был свидетелем того, как мои картины, последние две в частности, шли в Москве и в других городах. На них устраивались большие очереди, и билетов просто невозможно было достать. Билеты продавали на следующий день. По желанию зрителей был организован утренний семичасовой сеанс. И я, сами понимаете, я не могу не быть этим удовлетворенным. У меня есть своя публика, есть люди, которые любят мои картины. Тем более, что я получаю очень много писем от них, по которым могу судить, насколько глубоко зрители понимают мои фильмы. Мне кажется, что обыкновенные студенты, молодежь, просто, так сказать, интеллигентные люди, да и вообще самые простые люди, понимают картину гораздо лучше, чем критики, которые пытаются о ней писать. Мне кажется, что наш зритель, в частности, молодежь наша, она не только способна, но она требует новых фильмов. В смысле, нового подхода к проблемам киноискусства. А кино в состоянии удовлетворить вот эту вот нужду? Я не думаю, что она в состоянии удовлетворить спрос, хотя бы потому, что если уж спрос есть на такую духовную пищу, то он с трудом удовлетворяем. Поскольку, чем больше человек ест, чем больше он хочет есть, что ли. Кинорежиссер Андрей Тарковский в интервью русской службе BBC 12 февраля 1981 года. 11 февраля 2006 года в программе «Сев оборот» мы ждали гостя, скрипача и дирижера Дмитрия Ситковецкого. Он бывал у нас и раньше. Но на этот раз он устроил нам сюрприз. Без предупреждения привел в студию легендарную балерину Майю Плесецкую. Ну, мы сидели все вместе за шестигранным столом в студии. Леонид Владимиров, Татьяна Берг с гостями. И я вспомнил дурацкие такие стишки. Я маленькая девочка, играю, пою. Я Сталина не видела, но я его люблю. Я повернулся к Плесецкой и сказал, вы Сталина видели, но не любите. Правильно. Совершенно точно сказал. Я его не только увидела, я для него танцевала. Но я вам должна сказать, что совсем недавно, это уж совсем новые сведения, мне сказали, что сначала я забыла фамилию автора книги, он написал о Сталине последние дни. А потом мне сказали, что еще двое Медведевых, Жорис и Рой, написали последние дни жизни Сталина. И в 1953 год, 27 февраля, предпоследний день месяца, Сталин был на Лебединым озере. А предыдущий автор, не помню, к сожалению, написал, что это танцевала я с Ждановым. Когда мне это сказали, я говорю, ерунда. Быть этого не может. Мы его знали. Потому что что такое правительственные концерты, спектакли, мы это знали. Особенно, если Сталин залит. Когда каждый, простая, только простая, когда Сталин, особенно. В каждой кулисе, не только весь партер и везде были, в штатском. Но в каждой кулисе у нас пропуска проверяли. Я уехала наверх разогреться, у нас там зал был, и я из балетного лифа вот так вот доставала пропуск. Потому что меня не пускали. А пропуск больше некуда деть, только в зубы. И что просто так было, мы это не знали, ну, это очередная утка. Понятно, да. А товарищ Сталин на сцену посылал цеветы, конфеты? Никогда. Не приходил? Грунчику не целовал. Я думаю, ну что такое, очень уж напирают на это. Я взяла свой старый дневник. У меня несколько тетрадей, иначе бы я и книгу не написала. И вторая тетрадь это была. Я открыла 43-й год. 53-й год. Вторая, значит, первая. Ну да. 53-й год. Открываю и читаю. 28 февраля. Вчера танцевала «Лебединое озеро» с Леней Ждановым. Все совпадали. Значит, правильно? Ну, мы не знали. Мы до сегодняшнего дня это не знали. Ну да. То есть он был на спектакле, но в этом... Он был, и даже такая там фраза есть. Мама мне сказала, что это был один из лучших моих пяти спектаклей. А к тому времени я станцевала уже 55. Это все записано. Значит, такое было, а кто там был, зритель, и так важно. Значит, бывало инкогнито... Да, может быть, он появлялся... Нет, а потом, опять же, может быть, спектакль был, а его не было. Это ничего не доказывает, то, что спектакль был. Ну, не поняла вас. Ну, то, что спектакль был действительно 27 февраля, не доказывает, что Сталин на нем был. В архивах нашли, что он был. А, ну да. Но никто в театре об этом не знал. Ну, никто никогда, если бы архивы не открыли. Архивы не Сталина, а архивы КВБ. Ну, он шел из жизни счастливым человеком. Он побывал на хорошей сфере. Ну, вероятно, нет. Я не знаю. Не знаю. Это трудно. Бог с ним. Нет, просто вы говорите так. Вы спросили, я танцевала у него на дне рождения в Кремле. Да, и потом еще было... Ну, тоже не для радио рассказ, что показать надо. Знаете, я танцевала «Рыбу-иглу» в Садко. Он на премьере был. Это было известно, что он был, все. И вот ложа правительственная так была. Я была «Рыбу-иглу» поставила на таких вот движениях, вот так. И я сделала так, потому что я не посмела на него. Жалко, что это радио, а не телевидение, и люди не видят. Моя Плезецкая была гостей программы «Севооборот» в феврале 2006 года. Ну вот и все на сегодня. Проект «Голоса из архива» можно найти на сайте bbc-russian.com. Пока.